Япония Япония – одна из самых малоизведанных точек на планете. До середины прошлого века была закрытой для иностранцев страной, а сами японцы не имели права покидать родную империю. Именно из-за такой изоляции здесь сохранился дух прошлого. Японцы по сей день хранят тайны гейш, кодекс самураев и секреты силы борцов с умо. Но самой влиятельной частью прошлого остаются кланы Якудза. Япония – родина самой крупной мафиозной группировки в мире. Один палец вы говорите за то, что вы вышли из мафии, а второй… Понял, что ошибся, захотел снова воссоединиться с братьями. Мы покажем темную сторону японского бизнеса. Так нельзя, за такое убивают. Как страшные порядки уживаются в современном мире, можно ощутить только раз в году. На главном празднике страны, когда в Токио создается впечатление, что тебя машиной времени перенесло на несколько веков назад. Сегодня Токио отмечает один из главных карнавалов в Санкзе-Мансури. Вот, в каждом микроорее он представляет Санкзе-Мансури и считается, что там находится один из централистских вагонов. Сегодня люди просят Боги, помогите, пусть следующий год будет хорошим, ярким, позитивным и, главное, безопасным. На площади возле храма Сэн-Цэ-Дзи – давка. Сотни тысяч людей несут священные носилки. Паланкин принесли к храму. Трудо поверить, но он весит одну тонну. Его несет 40 человек. А за весь день, сменяя друг друга, где-то 400 человек. Люди пытаются поднять тяжелый паланкин как можно выше, чтобы Боги услышали просьбу. И продолжают шествие. Ребят, вообще не обращают внимания. Фантастика. Мне жалко. Я бы так своих детей никогда не взял на праздник такой шумный. Как ваши дети умудряются тут спать? Уже привыкли к шуму на праздники. Почему вы их сюда взяли? Это традиция, это келит? Да, мы приходим на праздник всей семьей. Приходят на праздник целыми семьями. Но есть на празднике и другая семья, к которой люди боятся даже приближаться. Уже только один внешний вид этих парней говорит о том, что это непростые японцы. Татуировки на теле указывают на то, что это представители самой большой мафиозной группировки на планете – якудза. В этот момент уже тяжело заставить себя поверить в то, что это просто религиозный праздник, а не сходка бандитов. Но якудза, как и все остальные люди, просто несут паланкин к храму. То, что я сейчас здесь нахожусь – это исключение из всех исключений. Никому, никому якудзы не позволяют попадать в свою группу. Вот видите, друзья, все зрители стоят за ограждением, фотографируют. Здесь в самой процессе находятся только ее участники непосредственные. То есть, собственно, те самые мафиози якудза. Но даже в религиозный праздник бандиты остаются бандитами. Драка, друзья. Драка. Вот, пожалуйста. Для этих людей не существует законов, запретов и ограничений. Это просто чужак попал в нашу группу, его выгнали. Сейчас будет страшная толкотня. Вот, начинается. Упала! Кошмар! Она весит одну тонну. Не дай бог, как будто есть. Вот, друзья, придавило повозкой мужчину. Придавило повозкой. Возможно, это перелом ноги. Вставать, 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 командуют главари своим подчиненным, которые должны поднять паланкин весом 1 тонна. Вообще, традиция праздника не предполагает того, чтобы кто-то стоял сверху, потому что это храм. Только якудзы могут себе такое позволить. На совести многих этих людей есть убийства. Якудзы контролируют наркоторговлю и проституцию, заправляют игровым бизнесом и угоном автомобилей, торговлей оружием, отмыванием денег. Сложно найти бизнес, которому они так или иначе не были бы причастны. Но это не мешает им собраться в самом центре Токио, подчеркнув свое влияние и безнаказанность. Пожалуйста, сейчас наверх поднялись главари группировок. Самые важные люди. И все аплодируют. Это своего рода, вы знаете, такой показательный акт, что мы абсолютно никого не боимся, и наша власть безгранична. И никакие запреты правоохранительных органов нам не указаны. Мы можем прямо в центре города собраться все вместе и делать то, что мы хотим. Пацаны серьезные. Ну вот, друзья, начинается официальное шествие прямо в центре столицы Японии, Токио. Вся мафия собирается в городе. Тысяча человек, только приставки тысяча. Включая всех главарей. На самом деле, в прошлые годы часто случались стычки, поэтому пытались запретить шествие с участием этих людей, но поняли, что это бесполезно. Запретить это невозможно, потому что их влияние в Японии гораздо выше, чем влияние правительства. Попробуем подойти пообщаться. Сколько вас сегодня здесь на фестивале? Тысяча человек. Я слышал, что полиция запретила вам участвовать, но вы все равно участвуете, потому что это традиция. Пусть попробуют подойти. Вот так, говорит, плевали мы на вашу полицию. Пусть попробуют подойти, мы им дадим. Интересная позиция. Хорошего праздника, да? Не мешаю, достанем. При этом полиции на праздники много. Они, как и полагается, обеспечивают безопасность. Но выглядит это абсурдно. Друзья, это можно просто с ума сойти. Полиция охраняет мафию. Такое возможно только в Японии. Какие мужики. Здравствуйте, Симосе. Можно к вам подойти поговорить? Да. Как получилось так, что ваша группа обязательно представляет свой номер на этом фестивале? Почему? Потому что это наш праздник. Японии вообще запрещено с татуировками появляться в публичных местах. Очень часто в банях можно увидеть. Татуированные люди не допускаются. Потому что люди реально их очень боятся. Все знают, что это преступные группировки, что это убийцы, что это наркобароны, мафия. Главная отличительная черта якудзы – цветные татуировки, которые покрывают практически все тело гангстера. Каждая из них имеет четкое значение. Вот здесь я вижу Будду. А что означает Будда? Телохранитель. Перед нами телохранитель. Человек, который следит за безопасностью главарей группировок. А это, если верить татуировкам, убийца, досконально владеющий боевыми искусствами. На это указывает изображение мифического силача Кентаро, который сражается с Карпом. Вот эти два мужчины, судя по татуировкам, занимаются проституцией. Об этом говорит изображение Лакшми – богини любви. А на спине вот этого громилы – демон Они. А значит, перед нами вышибала долгов. Это Така Цуру. Ему 43 года, 25 из которых он работает в мафиозной группировке. Я охраняю людей. Это эмблема нашего клана. И его девиз – искренность, воля, свобода. Искренность, воля, свобода. Вот так, друзья, означает эмблема группировки. А как называется ваша группировка? Джинсуит. Группировка Джинсуит. Вот здесь у меня изображены семь богов счастья. Семь богов счастья. Что символизирует? Я охраняю людей, дарю им радость. Перед нами черный телохранитель. На спине кто это? Это монах Бенкей. Молодые годы. Монах Бенкей – символ большой силы и верности. Человек с такой татуировкой готов умереть за свою группировку. А я вот прошу прощения, а на попе у вас что? Это монах Бенкей сражается с карпом Кои. Силач или кто-либо, кто сражается с карпом, это символизирует, что перед нами боец. Обычно эксперт по рукопашному бою. Он отвечает за безопасность группы. Вы какими боевыми искусствами владеете? Каратэ. Каратэ. У вас черный пояс по каратэ? Черный пояс. Второй дан. Моя главная цель – найти главарей клана и узнать о делах современных якутц из первых уст. Сегодня единственный день в году, когда боссы мафии открыто появляются на людях. Более того, их можно идентифицировать, потому что именно лидеры группировок руководят толпой во время ритуала. Полдня я внимательно наблюдал за процессией и понял, вот этот мужчина среди всех, кто тут присутствует, явно самый авторитетный. Запомните это лицо. Из-за него у меня будут проблемы. Следом за ним в иерархии, вероятнее всего, идет вот этот персонаж, координирующий толпу через мегафон. После шествия именно к нему все подходили за советом и низко кланились, что подтверждало мои догадки. Мы рискнули, подошли к нему и попросили помочь, познакомить с руководством клана. На удивление, он пригласил пройти за ним. Дальше мы снимали тайно. Он сказал, вы хотите встретиться с самым главным? Да, с самым главным. Якудза привел нас к палатке, в которой во время праздника размещается штаб мафии. Тут же выпивают и общаются. Возле палатки мы уже лицом к лицу столкнулись с тем самым главарем, которого видели на церемонии. Но даже на попытку завязать общение он отреагировал отказом. Я не якудза. Когда камера включена, так говорят все. А вот при условии, что мы не будем снимать, наш новый знакомый Мурано-сан согласился поговорить о жизни мафии и пригласил на вечеринку группировки. Естественно, мы не могли это не снимать. С этого момента скрытая камера. Сядь туда, жди. Вот, друзья, вроде как нам сказали, что на самом деле главари, они на самом деле даже не раздеваются и себя не показывают. Они вот сидят в палаточках неприметно и контролируют процесс. То есть самые большие шишки стараются не светиться. Испугались, когда увидели, что мы, журналист, увидели аккредитацию, поэтому пригласили просто поговорить. Слушай, журналист, с номером первым познакомиться не получится, а номер второй и третий тут присутствуют. Возможно, они подойдут. Пиво будешь? Да, буду. Кампай. Вы говорите, что настоящие мафиози, они не выходят, они остаются в тени. Вот как на самом деле? На празднике очень много членов якудза. Просто не всем разрешено снимать одежду. Это наш праздник тоже. Мы даже его организацией занимались. Ну, это правда, что оплатили все это якудза мероприятие. Наша группа покрыла 70% расходов праздника. Как правило, в таких праздниках принимают участие две ветви группировки. Те, кто держат бизнес азартных игр. Починка, да? Починка – игровые автоматы. Крышует правительство. А-а-а, то есть крышует правительство, да. У мафии карточные игры и казино. И вторую группу, которую тут можно встретить – это фармацевты и держатели уличных ларьков. В основном эти две группы участвуют в празднике и дают деньги на организацию. Сколько всего примерно групп вот этих существует? Около тысячи. Но это не только игорный бизнес. Мы другим занимаемся. Другим – это каким? Вот основные такие топ-виды деятельности, которые делают якудз якудзами. Да что угодно. В Японии сложно найти бизнес, в который не участвует мафия каким-то образом. Якудза держит строительные компании, производство автомобилей. У мафии даже есть свои атомные станции. В 90-е годы у нас тоже активно работали группировки, бандиты. И они действительно выделялись. Наверное, можно сравнить с вашими татуировками. То есть они носили золотые цепи, малиновые пиджаки, и было видно, что это бандиты. Сегодня эти бандиты все сидят в Верховной Раде, в правительственных органах. И они уже носят костюмы, носят галстуки. И ты по ним и не скажешь, что они, собственно, мафия. То есть это мафия такая в законе, мафия, которая частично находится в управлении государством, в госорганах. Вот здесь есть такая ситуация? У нас очень похожая ситуация. А вот сохранилась еще традиция отрубать пальцы за какие-то проступки в вашей среде? Они еще тут? Спрашивают про пальцы. Сейчас покажу. Вот, друзья, только что был второй номер. Он уже второй раз контролирует нас. Мы... Очень смущает наше присутствие. Он недавно сам лишился пальца. У него нет пальца? Не выполнил поручение босса. Вообще мы поступаем гуманно. Если ты правша, то отрезаешь пальцы сначала на левой руке. А можно сфотографировать? Просто руку, руку. Вы сами себе отрубили? Да, Якуза должен отрубить себе палец сам. Он должен нести ответственность за совершенную ошибку. Друзья, это уникально. Мы только что увидели с номером вторым токийской мафии. И этот человек сам себе отрубил палец. Только что мы показали этот палец. Мы сделали вид, что надо просто сфотографировать. А на самом деле мы сняли. Второй номер ушел. Тогда я еще не знал, что мы с ним еще встретимся. И он станет причиной проблем. Ну а пока было очевидно. Якузы начали пускать меня в свой круг. Что бывает крайне редко. То, что я вместе с ними пью пиво, а потом второй номер дает сфотографировать палец, означает, что мы втерлись в доверие. Единственный способ узнать больше секретов и правды, больше сблизиться. И для этого я решаю воспользоваться проверенным способом налаживания контактов и даже дружбы. Хотите, я вас всех угощу украинским блюдом? Смотрите. Это сало свежайшее. Это сало. К вечеру тут все уже выпившие. Так привыкли отдыхать бандиты. А за что вам отрубили? Много вопросов задавал. Страшно, не надо. Итак, друзья, уникальный пир. Украинский банкет для боссов токийской мафии. Для Якуз. Пробуйте. Сальце с черным хлебом, с горчичкой. Открывайте саке. Саке. О, господи, с горла. Кошмар. Вот это мафия. Мафия бессмертна, друзья. Держите. Он выпил и даже не зажмурился. Просто. Дорогонка. Как вам? Сейчас огнем буду дышать. Мурано-сан. Это для вас. Попробуйте. Благодарю. Вы видите, друзья, Мурано-сан не может спокойно даже попробовать, потому что с ним все постоянно советуются. Что-то где-то произошло. Кто-то позвонил. То есть продолжается работа синдиката. Как вам? А чего? Я уверен, что у вас теперь добавится сил, энергии, и вы будете творить больше добрых, а не злых дел. После того, как поели главари, блюда по традиции передают представителям низших рангов мафиозного клана. Украинское блюдо. Попробуй наше сало из тунца. Вот так обмен кулинарными традициями. Я угостил салом, а меня угостили с тунцом, с васаби. Очень вкусно. Так вот благодаря салу и горилочке мы втесались в круги мафии. Мы уже не прячемся, скрытая камера уже не нужна. Так что продолжаем погружаться в жизнь якутс. И тут все встали по стойке смирно. Приехал кто-то очень важный с охраной. Сейчас приехал. Я даже не знаю, возможно, это первый номер. Тяжело понять. Большой босс, друзья, приехал. А кто он? Номер один. Первый номер. Это глава мафии. То есть это первый номер. Это самый главный человек. Удивительно, как нас вообще подпустили. А можно с боссом поговорить будет? Если не боитесь, в принципе, возможно. Мы попробуем. Видите, тоже по тому, как обращаются к нашему знакомому, можно увидеть его статус и убедиться, что все ему очень низко кланяются. Здесь очень четкая иерархия. Очень четкая. Если готов идти, иди сейчас. Говорят, подойти можно к госу. Меня сейчас подведут в голове охранник. Кончуа. Кончуа охранник. Поклонись ему низко. Это журналист. Он хочет узнать все про якудзан. Я не якудзан. Не, мы не говорим. Мы просто узнать, как мир этот работает. Откуда ты? Украина, да. Украина, да. Кончуа. Так низко я еще никому не кланялся. Но таковы правила. С этим человеком иначе нельзя. Где находится Украина? Украина находится в самом центре Европы. Рядышком Польша, рядышком Словакия. Садись. А, спасибо. Как вас зовут? Хикучи. А, у вас именной пиджак. Хикучи. 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 Я Дима, очень приятно. Нам интересно разобраться в том, кто такие якудзы. Все говорят, что мы убийцы. Но это не так. Мы бизнесмены. Конечно, плохие дела якудзы совершают. Но слабых мы тоже защищаем. Якудзы хорошо относятся к другим людям, если те не перешли им дорогу. Переводчик. Скажи ему, что хватит вопросов. Босс будет обедать. Мы можем еще остаться или уходить? Спасибо. Ну, можно еще немножко вопросов задать. Немножко, хорошо, спасибо. Принесите пиво. Вот, мне пиво заказали. Аригото. Кампай. Вот сегодня ваша структура, она имеет все ту же силу и мощь, как и в 80-х годах, в 90-х. Меньше. Сейчас мы как бы стоим ниже, чем правительство. Меньше власти у мафии. Спасибо. Все, нас прогоняют. Аригото. Возьмите пиво и уходите. Берите пиво, уходите. Все, спасибо. Вот видите, что нас прогнали. Ну, удалось задать всего два вопроса. Но это вообще уникальный случай. Еще никому не удавалось так близко с камерой подойти к этому человеку. Вот все, он уходит. Он уходит. Меня не пускают тоже. Меня тоже просто. Жду вас завтра на празднике. Приду завтра. Все, спасибо. Аригото. Личное приглашение босса в кругах Якутзе считается высшей формой уважения. Отказывать ему нельзя. Тот, кому прилюдно продемонстрировал уважение первый номер, становится для остальных членов группировки неприкасаемым. Сегодня я был единственным, кому авторитет Кикучи пожал руку. Я понимал, что теперь есть возможность снять то, что не удавалось другим журналистам. И на следующий день вернулся на фестиваль. И вот, друзья, подошел финальный день фестиваля. Мы уже вошли в семью Якутзе. И сейчас вместе с ними отправляемся на главное торжество, на главный праздник. Как видите, все знакомые лица. Вот ассистент босса, который вчера вместе с нами ел сало. Вот там вдалеке я вижу охранника, главы, группировки. Все друзья, поэтому мы здесь. Религиозная часть праздника была практически такая же, как и вчера. Сотни тысяч людей, толкотня, священные полонкины. Еще, вот как видите, нередко с собой берут фото погибших, убитых, авторитетов. Чтобы они тоже могли поучаствовать в празднике, хоть и виртуально. После окончания шествия удивительным для меня стал другой обряд. Такого в мире больше не увидишь нигде. Особенно среди бандитов. А вот теперь, друзья, то, что у нас никогда не увидишь. Якутзы идут и собирают окурки. После того, как они сами же здесь прошли и насорили сигаретами. Они их собирают. Вот что значит кодекс чести мафии. Сложно себе такое представить. Но это реальность. После себя эти люди должны оставлять чистоту во всех смыслах. Если нужно кого-то убрать, то его уберут. Вместе с колонной мафии я возвращаюсь к штабу, где сегодня якутзы готовят грандиозное закрытие фестиваля. Слушай, Александр, расскажите, пожалуйста, я вот вижу, у вас здесь нет мизинца полностью. За что вам отрезали? Хотел выйти из группы. Выйти с пальцем нельзя из этой структуры? Естественно. А как отрезают? Вы показали откусывают, что ли? Что, правда? Да, правда. Слушайте, какой кошмар. Один палец вы говорите за то, что вы вышли из мафии, а второй... Понял, что ошибся. Захотел снова воссоединиться с братьями. Представляете, поссорился с боссом, отрезали часть таланги. Помирился, еще отрезали в знак примирения. Извинения не работают. В лексиконе якутзы нет слова «извини». Никаких извинений, друзья. Никаких извинений. Нужно извиниться – отрезай фалангу. Нужно еще раз извиниться – еще отрезай. Насколько пальцев хватит? Вы знаете, друзья, якутз можно легко отличить по походке. Походка отличается от классической походки других японцев. Японцы интеллигентные. Они идут вежливо, красиво. Пацаны идут вот так. Они идут в развалочку. Они показывают, что они здесь хозяева. Хозяева жизни. Пацанчики на райончике. Вот еще есть такая немножко, наверное, непонятная нашим бандитам мода на праздники ходить вот в таких стрингах мужских. Наши пацаны, наверное, так бы не сделали. Ни по-пацански, ни по понятиям. Здесь это по понятиям. Мы вернулись уже в то же место, где мы вчера кормили всех салом. И сегодня самая большая вечеринка. Якутза готовится отметить главный религиозный праздник с размахом. О, тут подвезли барабан. Такие пацаны, похожие на сумоистов. Вот так, друзья, район отцепили, и сейчас торжественно открывается вечеринка. Вот этим оркестром. И вот приезжает первый номер с верным громилой охранником. Сегодня босс и его секьюрити уже не в костюмах, а в традиционных кимоно с эмблемами клана. Перед тем, как начинается самое интересное, якудзы всегда соблюдают одну важную традицию. Обнажаются, демонстрируют татуировки и делают совместное фото с боссом. Все сливки высшего мафиозного общества города Токио прямо перед нами. Сейчас посреди города, в центре города. Вот, пожалуйста, друзья, босс и все его самые близкие, подкорные воины якудзы сейчас собрались, чтобы сделать совместную фотографию. Это уникальный момент. После коллективного фото те, кто не побоялись, просят сделать персональное фото с Кихуши Саном. Большая честь сфотографироваться с боссом. Это фотография, а потом как пропуск, который открывает абсолютно любые двери. Я сейчас попрошу. Фото. Номер первый предлагает мне сфотографироваться еще и с первой леди клана. В этот, казалось бы, безобидный момент я делаю роковую ошибку. Приобнимаю за талию жену босса. В кругах мафии это страшное оскорбление. Буквально через секунду приближается номер два. На фотографиях это хорошо видно. Дальше скандал. Я просто рефлекторно протянул руку. Я прошу прощения. Я извиняюсь. Убью. В Японии так не делают. Я не знал, извините. Был бы ты японец, я бы тебя точно убил. Извините, извините. Переводчик. Иди сюда. Вот он взял жену первого номера. Вот так. Так нельзя. За такое убивают. Я рефлекторный. Я даже не подумал. Ты еще здесь. Вон отсюда. Иди и на все трибуки. Короче, больше с вами приходили. Мне сказали уйти. Они сказали, если бы ты не был иностранцем и журналистом, мы бы тебя убили за то, что ты взял за талию жену босса. Босса, друзья, самое интересное, что и пожаловаться же некому. Бесполезно обращаться в полицию в таких случаях. Нарвались. Хуже просто не придумаешь ситуацию. Поссориться с боссом якутс в Японии. Но мы что-нибудь придумаем. На улице я заметил, что за нами идет один из охранников. Мы подошли поговорить. Мне как минимум хочется извиниться, да, потому что вы меня хорошо приняли. И я не специально это сделал. Босс не станет вас слушать. Вы обидели его жену. Хотите жить? Убирайтесь. Как меня угораздило, а? Может быть, подействует то, что я иностранец белый. Но поймут, что просто дурак белый. Не знал. Убирайтесь прямо сейчас. И я гарантирую вам жизнь. В наших экспедициях мы не раз слышали угрозы. Не надо вот этого делать. Стрелять не будет, надеюсь. Заблоки, роди. Поэтому сдаваться даже не думали. Звонили экспертам, японистам. Советовались, как лучше поступить. В общем, есть решение. Есть некая форма примирения. Это две огромные бутылки саке. Их нужно правильно упаковать. Мы сейчас найдем магазин, купим саке и рискнем еще раз подъехать к якудзам, подарить извиниться. Возможно, это будет последний репортаж. И последнее, то, что мы снимем в Японии. Я не исключаю. Мы нашли магазин, где продается дорогой, правильный алкоголь. И вот сейчас тут нужно попросить две бутылочки саке. И самое главное, их правильно упаковать. Мне нужно две бутылки саке, которые дарят в знак примирения. Две большие бутылки. Если я с кем-то поссорился, мне нужно подружиться снова. Вот самый лучший вариант. Вот так вот. Видите, уже есть. А что, часто у вас так ссорятся, что уже есть готовые комплекты для примирения? Это саке для богов. В честь праздника. Последуйте мне, я поссорился с боссом Якудзе. И сейчас пытаюсь помириться. Это поможет? Это там, в штабе? Ты что? Но это плохо. Очень плохо. Сколько стоит? 3800 йен. 30 долларов – это не самая высокая цена за жизнь. Я упакую вам в праздничную бумагу со специальным символом. Не забудь низко поклониться и извиниться, когда отдашь бутылки. А что означает этот символ? Это значит, что поздравляешь от сердца, от души. У меня есть и другие упаковки. Вот, смотри, это траурная. Не-не-не-не. Траурная, вы знаете, будет. Если у меня сейчас не получится помириться, тогда вам кто-нибудь для меня закажет траурную. Это только такой вариант может быть. Спасибо. Пожелайте мне удачи. Оригатол, гудзан, масс. Спасибо. Я пошел. Вот, друзья, большой супермаркет. Сейчас нужно будет купить угощение. Стоило сказать в супермаркете, что мне нужно примириться с якудзами, как все сочувственно принялись мне помогать. Вот, пожалуйста, нам даже принесли упаковку такую, для того, чтобы оформить фруктовую корзину красивую. Ты, главное, низко кланяйся. Он мне сказал, что у них извинения не принимаются. Пальчик. Пшук. И все. Я купил букет цветов и ассорти из самых лучших экзотических фруктов. Так, друзья, едем в штаб. На случай, если запретят съемку, я вешаю на шею маленькую камеру, выпрошку и аккредитацию журналиста, что тоже может помочь. Например, если меня захотят убить, эта табличка пресса может их сдержать. Могут просто хорошенько ударить. Саке для примирения я выбрал не случайно. В процессе становления структуры якутс у них образовалась четкая иерархическая система, которая называется аябун-кабун, где кабун – это приемный ребенок, аябун – это приемный родитель. Я бы назвал его крестным отцом. Соременеально отношения аябуна и кабуна, ребенка и родителя, закреплялись всегда чашкой саке. Или, как в моем случае, двумя бутылками. И вот я сейчас попробую все-таки пробраться в офис к первому номеру, проявить верность и восстановить справедливость, то есть извиниться. И, может быть, Саке мне в этом поможет. Буду надеяться очень. На деле попасть в логово якутс оказалось просто нереально. Так, друзья, волнительный момент. Идем, все, пошли. Как только не пались. Возьми, Саке. Ничего. Можно Кокучи Сану передать подарок? Идите туда. Ты что, не понял, что тебе сказали? В этом году ничего не выйдет. Приходи в следующем году. Ну, спросите его хотя бы, я попробую. Передам жене. Я же должен буду сказать, от кого это. А у меня язык не повернется на такое. Я так старался, но... В этом году никак. Говорю же, через год приходи. Я понимаю твои чувства. Но все-таки, в этом году не выйдет. В этом году нет, нет, не получится. Я не смогу гарантировать безопасность. Поэтому в этом году нет. В общем, говорит, уходите, иначе ваша безопасность не гарантирована. Так сейчас я ее гарантирую. Вам нужно еще поучиться, как вести себя в Японии, прежде чем приезжать сюда. Все понятно? Окей? Органом. Уходите по-хорошему. Я предупреждаю вас последний раз. Вернетесь сейчас, будет очень плохо. В следующем году, а не то вам будет очень и очень плохо. Но сдаваться мы не собирались. И решили обойти места, где есть охрана. И снова вернуться к штабу. Там как раз вовсю праздновали. Мы с другой стороны дороги подождали, пока закончится ритуал, и рискнули снова. Все, пошли. Идем. С Богом. Вам же сказано было убираться отсюда. Я это принес в знак изменения жене вашего первого номера. Извините. Мурана Сана словно подменили. Человек, который еще утром нам помогал, теперь просто не хотел общаться. Отведи их к боссу, если они такие бесстрашные. Идите за ней. Меня ведут к первому номеру. Сейчас может произойти все, что угодно. Больше всего мы боимся встретить охранника, который запретил возвращаться. Или второго номера. Димчик, старайся снимать аккуратно. И если будут вообще ебать, снимайте нормально туда. Эти люди хотят извиниться перед женой нашего босса. Зачем вы пришли? Здесь вам не место. Саке, саке. Саке. Не стоило вам этого делать. Мы извиняемся. Ставь саке сюда. Просто я хочу попросить прощения. Я не знал, что нельзя обнимать женщин. Я сделал это рефлекторно. Я извиняю. Садись, сейчас выпьем. Фух, спасибо. Как мне потом объяснили, он предложил выпить саке, а значит помириться. Только по одной причине. Не ожидал такой дерзости. Ведь привык, что его нет означает нет. А тут он запретил, а мы вернулись. Если смотреть через призму философии якутс, то это демонстрация силы и уверенности. И это сработало. Вы очень смелые и настырные. Мне это понравилось. Я был такой в молодости. Конфликт исчерпан. Я думал, что он меня убьет. Да, он мог. Мне повезло. Обычно якутзы обид не прощают. Какими дружескими бы не казались отношения с ними, всего одна ошибка может стать приговором. Об этом особенно хорошо знают те немногочисленные счастливчики, которым удалось навсегда попрощаться с мафией и при этом остаться в живых. Есть люди, которым удалось покинуть преступный мир якутс, остаться живыми и начать новую жизнь. Один из них – такуца Синда. Это легендарный бывший мафиози, который сегодня живет кардинально противоположно. Пожалуйста, вроде бы обычная квартира, обычная входная дверь, но есть крест возле входа. Давайте посвящимся. Коничуа! 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 Рефлексы с прошлой жизни у такуца Синда сохранились. Он уже давно покинул ряды мафии, но все еще вздрагивает, увидев за дверью незнакомцев. Такуца бросил мафию и стал священником. О бандитском прошлом напоминают татуировки. Расскажите, пожалуйста. Это фудзин – дух ветра. Это демоническое существо из японской мифологии – признак того, что перед нами, вероятнее всего, стоит наркоторговец. Татуировка на теле священника никогда не даст ему забыть о прошлом. Сегодня это единственное, что напоминает о прошлом. Эти татуировки. И палец. Ах, да, еще фотографии есть. Хотите взглянуть? О, конечно, интересно, да. Здесь мне 18. Я под сильным действием наркотиков. Посмотрите на лицо. Здесь мне 26. Здесь, кстати, видно, что вы, по-моему, принимаете наркотики. Вы помолодели, по-моему, с тех времен. 25. У нас тоже такое присутствовало в 90-е годы среди якутс наших. Вот это вот присесть на корточке вот так вот, посидеть, пообщаться. Да, вот такое было дело. У нас это называют присесть на картаны. А вот моя мама. Мама, когда узнала, чем вы стали заниматься, что она говорила? Она очень плакала. Я скрывал от нее до последнего. За наркотики? Это я нюхаю клей. Это сколько вам лет? 16 или 17. Такуца Синда не боится говорить о своем прошлом и верит в то, что своим примером поможет изменить жизнь другим людям. Я был в тюрьме три раза и отсидел в общей сложности 8 лет за наркотики. Именно в тюрьме я познакомился с Библией. Она меня изменила. Теперь за прошлую жизнь стыдно. Вообще, какие вот главные законы в мире Якутс? Всегда отвечать на звонки босса, не сотрудничать с полицией, никому не говорить о том, что происходит внутри группировки, особенно семье. То есть, а что декларировать жене и детям? Где папа работает? Можно просто сказать, якудза. Без подробностей. Помимо всего плохого, что говорят про этот мир, про них говорят еще, что эти люди часто действительно живут для людей, для простых и помогают, если произошло землетрясение, цунами. Да, это правда. Но по сути, они возвращают деньги, заработанные нечестным путем, пытаются сгладить вину. Но этого мало. Ведь они приносят горе многим семьям, убивают людей. То есть убийство – это норма в мире якутс? Никто не афиширует, но это так. А вот кто более влиятельен в Японии? Это все-таки якудза или полиция? Или власть? Раньше якудза и правительство сотрудничали. Сейчас ситуация поменялась. Влияние мафии становится меньше. Правительство принимает законы, чтобы усложнить жизнь якудзам. Например, сегодня якудза не может открыть счет в банке. Что еще? Какие бытовые ограничения? Есть местные законы, которые запрещают общаться с якудзами и продавать им что-либо. За это полагается штраф. Они не могут оформить медицинскую страховку. Сегодня экс-якудза живет очень скромно. А в свое время мечтал о роскоши. И только по этой причине вошел в ряды мафии. Как вы попали в группировку? Это тогда было желание? Такое? Мечта? Да, сейчас я живу скромно. А когда был в клане, купался в роскоши. Тогда я был слишком молод. Я смотрел на таких же парней, как я, которые всегда были при деньгах. Мне хотелось быть, как они. У вас нет части мизинца. За что это вас доказали? Попал в аварию. Ехал пьяный за рулем и разбил машину босса. Мне просто интересно, как это происходит. Вы разбили машину, отрубили палец и пришли сразу с отрубленным пальцем к шефу? Да, так и было. Я взял долото и ударил по нему молотком. То есть долото он просто... Но у меня не получилось. Я поехал к другу и попросил, чтобы он мне помог. И уже потом поехал к боссу. И отдал ему палец. Такуца повезло. Он смог живым покинуть клан и начать новую жизнь. Сейчас мы едем в церковь и посмотрим на храм, в котором служат бывшие кудзи. А вон и моя церковь. Сейчас сами все увидите. Очень большой процент прихожан церкви – бывшие якудзы. Такуца Синда своим примером показывает им, что завязать возможно и помогает попрощаться с преступным прошлым. Служба проходит очень экспрессивно. Священник и все верующие очень динамично жестикулируют, поют и даже плачут. Трудно поверить, что большинство прихожан – бывшие бандиты. Мы здесь можем увидеть много бывших преступников. Вот, например, в первом ряду мужчина в элегантном костюме. Он новобранец в этой церкви. Мужчина с бритым затылком, который стоит в третьем ряду, это тот человек, который работал в одной группировке вместе с пастором. И также много молодых ребят, которые тоже оттуда их легко отличить по татуировкам. И вот, в принципе, эта церковь их спасает от возвращения обратно к именаме. Это Хаяши Кадзуя. Он знает пастора с четырех лет. Вместе они были в одной группировке. Хаяши дослужился до второго номера. Но пастору все-таки удалось вытащить друга из криминального мира. Главным толчком, который заставил вас попрощаться с преступным прошлым, что это было? Почему вы решили завязать? В нашей группировке начались разборки. Якутза начали убивать друг друга. Мне очень тяжело это вспоминать. Ведь в этих разборках погиб мой младший брат. А какая у вас была роль? Чем вы в основном занимались? Находился в Верховном управлении. То есть распределял должности. На высокой позиции был. Сейчас я посмотрел на ваши руки, я увидел, что у вас нет двух пальцев. Если не секрет, как это случилось и почему это произошло? На левой руке, ну, как бы сказать, я провинился. Сделал ошибку. Это извинение. Каджиме. Мое собственное решение. Я сам отрубил. Но за что сказать не могу. А вторая рука? Новый сотрудник совершил оплошность. А я вместо него понес наказание. Взял ответственность на себя. Как это происходит? Ну, как я делал. Вначале резинкой обматывал палец сильно. В лед опустил. И скоро уже почти ничего не чувствовал. Взял кухонную разделочную доску. Вот так приложил до лото. И вот в моем случае мне помогли друзья. Ударили молотком. Сильно больно? Нет. Страшно? В то время не было страха. Что дальше делается с пальцем? То есть вы его относите к шефу? Да. До того, как идти в больницу, нужно отдать палец боссу. А, то есть относите к боссу, потом можно пойти лечь в госпиталь? И уже лечить субзан рану? Да. Сегодня господин Хаяши стал другим человеком, который каждое воскресенье встречается с такими же, как и он сам, бывшими мафиози. В храме, где пастор тоже бывший бандит. О прошлой жизни этим уже прилежным и глубоко верующим людям напоминают только отсутствие пальцев и характерные татуировки. Никогда не скажешь, что перед тобой священник и прихожанец церкви. А вот есть в жизни ситуации, когда вот такой нательный рисунок мешает? И вы задумываетесь, Господи, лучше бы этого не было. Конечно, есть. С татуировками вас могут не пустить в спа-салон, фитнес-зал или бассейн. Можно ли сказать, что эти татуировки – это последнее, что осталось у вас от криминального мира? И больше с ним ничего не связывает? Безусловно. Безусловно. Мы очень сожалеем, что это прошлое было в нашей биографии и никому не советуем повторять наши ошибки. Аригато го заимос. Аригато го заимос. Лично вам спасибо за то, что перетягиваете людей с темной стороны на светлую. Продолжайте это делать, пожалуйста. Даже в бандитах иногда просыпаются человеческие чувства, и они начинают новую жизнь. Например, после цунами в 2011 году именно якудзы выделили колоссальные средства из своих общаков на восстановление Японии. А пример мафиози священника и его друзей доказывает, что даже у бандитов добро может победить зло. Их история показывает, что неважно, как далеко ты зашел по неверной дороге, вернуться обратно можно всегда. И абсолютно каждый может полностью изменить свою жизнь и начать новую. Смотрите в следующей программе. Страшно идти просто. Посмотрите, смотришь вниз и не понимаешь, обвалится все это, не обвалится. Как японцы противостоят власти. Против лома нет приема, если нет бейсбольной биты. И ломают мощную систему. Этот огород разбивает на две части взлетно-посадочную полосу. Дмитрий Комаров встретится с японским Робинзоном Крузо. Дам я кувать, диктям! Зачем ты зашел? Кто тебе разрешал заходить внутрь? А куда? Выйди и сядь на порог. Так, меня выгнали. И увидит абсолютно другую жизнь цивилизованной страны. Вот никогда не думал, друзья, что в одной из самых богатых стран на планете я буду копаться в мусорных вагах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok